Привет, меня зовут Катя Фомина, я продаю дома в Кремниевой долине в Беерии. Сейчас я купила дом себе, представляете? Да, купила дом под инвестицию, чтобы сдавать на Airbnb. И прошло меньше двух недель с моего последнего видео здесь на YouTube, где я спрашивала у вас советы по поводу того, в каком штате и какую недвижимость лучше купить для сдачи. А также рассказывала вам про свои мысли и свою стратегию, где искать. Но все вообще пошло совсем не по моему первоначальному плану. Купила я дом очень-очень быстро. Короче, сейчас все расскажу. Для начала я связалась с одним риэлтором, который живет в Дестине, Мирамар Бич, Пенсакола. Вот где-то там я искала. И она в этот же день прислала мне очень классный домик. Ну как домик? Он построен как дом, то есть он не ограничить стенами с другими соседями, но по документам он идет как кондо. И ремонт там прям классный, вот как я люблю. Открытую планировку, много света. Плюс домик еще шел с гольф-машинкой, на которой можно кататься по их территории. Но у меня еще не было приапрувала. И как я всегда всем говорю, правило номер один. Сначала мы делаем приапрувал, потом мы идем искать дома. То есть я позвонила этой риэлторше просто проконсультироваться, и она мне сразу этот домик прислала. Так пока я делала приапрувала, соответственно он уже и ушел. Потом она мне прислала второй домик. Точнее это уже была квартира, по-моему там на 16 этаже. Прям с видом на пляж и на океан. Но там H-UA тысяча долларов, ребят, представляете. Я не знаю, у нас в принципе здесь в Берри H-UA в среднем долларов 400. Ну только там в небоскребах в Сан-Франциско может быть и 900. Но больше тысячи, да 1100 с чем-то, по-моему. Не знаю, у меня как-то, ну не могу я столько платить. В общем, мы поехали дальше. Потом она мне показала дом, который был выше моего бюджета. Бюджет мой был где-то 1750, наверное. Вот, она мне показала что-то, что стоило уже 810. Ну дом, в общем-то, классный. Он тоже отдельно стоящий. И там тоже гольф-машинка на 6 мест. И очень красивый. Но когда я ей сказала, давай позвони, договорись, сделай мне FaceTime, чтобы я его посмотрела, агент сказал, что там уже несколько офферов выше выставленной цены. И, соответственно, то есть он уже тоже ушел. Потом несколько дней на рынке ничего не появлялось. И я решила расширить территорию. То есть, опять же, пользуюсь своими собственными правилами, которым я учу своих клиентов. Что если за какое-то время вы не можете найти, что хотите, то вам нужно или повысить бюджет, или уменьшить свои требования, или расширить территорию. Ну, обычно я им говорю, что где-то если за месяц вы ничего не найдете. А тут я уже за два дня решила расширить территорию. И мне подсказали поискать в Тампе, потому что там такая более, скажем, больше движухи такой, более молодежное место. Ну и аэропорт рядом. Вот. Нашла я там риэлтора, и мы начали искать там. Сначала она мне прислала домик, который, в общем-то, очень здоровский. Там мне тоже все подходило и по цене, и по ремонту. Ну, очень интересное такое заключение, что дом находился далековато от пляжа. Там был бассейн, но тем не менее, мне почему-то всегда... Ну, я живу в Калифорнии, и мне кажется, что если ты едешь во Флориду, то ты хочешь купаться в море, и ты поэтому хочешь жить где-то очень близко к пляжу. А там дом был, ну, наверное, минутах 15-20, и езды на машине от пляжа. Тем не менее, риэлтор мне заверила, что там это окей, и в Тампе, в общем-то, все привыкли к тому, что дома могут находиться не прям там на береговой линии, и тем более там есть бассейн. Вот. Ну, я все посчитала, посмотрела цифры, мне все подходит. Выясняется, что там нельзя сдавать на Airbnb 30 дней минимум. Блин. Ну, окей. Поехали дальше. Потом она мне прислала еще один дом. Он уже чуть-чуть ближе был к пляжу, и они, по-моему, это был фиксерапор, то есть они его купили, переделали, купили туда всякую мебель, чтобы человек, который этот дом купил, как бы специально даже в описании написали, что, мол, очень круто для Airbnb. И сказали они, что вы там прям чуть ли не 130 тысяч год будете зарабатывать. А я нашла один сайт, он платный, причем очень дорогой, ну, там можно проверить всю статистику по краткосрочной аренде, то есть сколько этот дом может в год приносить, сколько приносят соседние дома. То есть они прямо анализируют вот Airbnb сайт и прямо смотрят, что вот этот дом там за прошлый год сдавался 250 дней из 365, и такая вот средняя цена аренды была. То есть, ну, очень здоровский сайт, аналитика очень хорошая. Так вот, я посмотрела, что там дома с бассейнами делают в год около 100 тысяч, а этот дом вообще без бассейна даже. Плюс мне очень угнетало какое-то, то есть хоть там был сделан ремонт, но он был такой чиповский. Вертолет полетел, надеюсь, мой микрофончик помогает, и не слышно ничего. Да, так даже по фото казалось, что он очень темный, с низкими потолками, и кухня там была отдельно. А для меня вот, наверное, самое главное, чтобы кухня была вместе с гостиной, потому что если ты снимаешь Airbnb, скорее всего, ты снимаешь с друзьями, ты хочешь готовить, вместе с ними, с друзьями проводить время, а не то, что там стоять в какой-то кухне один, как бы скучно. Ну вот. И я ей говорю, что, конечно, все подходит, но душа, в общем, не лежит у меня к этому дому. Вот. Вот так вот в расстроенных чувствах я, как всегда, пошла в Инстаграм и начала в сторис жаловаться на то, что я ничего не могу найти. И тут мне приходит директ сообщение от белоруса, кстати, но мы вообще никак не знакомы лично, то есть он просто на меня подписан. И он говорит, Кать, почему ты смотришь во Флориде? Посмотри, говорит, опять тут рядом с нами. Ну ладно, если в Тахо, Airbnb нельзя, ну может по пути в Тахо, там есть такие города, как Арнольд и какие там у нас Каунтис, Калаверас, Плейсер, Амадор, то есть посмотреть вот в этих вот Каунтис, потому что там и винодельни как бы недалеко, и горнолыжные курорты не очень далеко, и лес, можно гулять, и в общем-то и зимой там снег, и летом очень, ну то есть много природы и хорошо. Это была пятница вечер. Пятница вечер, когда все ходят там в ночные клубы, в рестораны, не знаю, на свидание, Катя сидит в интернете и начинает изучать вот эти вот районы. Увидела один домик в Арнольде, мужу показала, в общем, там, конечно, ремонта нужно очень много, но он был в хорошем, хорошенький такой домик, да, в хорошем районе. Звоню агенту, агент мне такая, ой, у нас тут все там за на 200 тысяч выше уходит, и тут уже очередь людей. Ну, я, соответственно, была пятница, и думала, выходные у меня не получалось посмотреть, и думаю, что, наверное, в понедельник как бы съездила, но она мне прям начала говорить, что он уже через два часа уйдет. И, кстати, дом до сих пор стоит на рынке, поэтому я не знаю, агент там была какая-то немножко странная. Вот, листала и листала, и увидела вот это. Три спальни, две ванных, ой, две с половиной, а еще офис 2000 квадратных футов на акре земли. И по фотографиям, ну, просто вот все мои пункты сходятся, там и джакузи есть, и внутри там открытая планировка, как я хочу, все с ремонтом, причем с хорошим, окна двойны, ничего делать вообще не нужно. Плюс еще гараж на две машины, там еще есть душ на улице с подогревом, представляете? Потом есть там ворота на солнечных батареях, и территория дома обнесена забором, чтобы животные всякие не приходили. Терраса большая, да, ну, в общем, классный, классный дом. И я такая думаю, ну, окей, пятница вечер, опять же, как я вам говорила, что выходные у меня уже были забиты, не могла отменить, и думаю, ну, наверное, только в понедельник туда поеду. Ладно, пятница вечер, посплю, утром решу, просыпаюсь утром, и думаю, что нет, этот дом, мне этот дом нужно взять, вот взять прямо сейчас, потому что он до понедельника не доживет. Звоню агенту, а, да, агент говорит, что этот дом был на рынке, он потом был в контракте, и вышел из контракта, потому что, не знаю, покупатель там что-то передумал. Я спросила, какой у них был оффер, она сказала, на 10 тысяч выше, чем выставленная цена. Я, окей, делаю точно такой же оффер, тоже на 10 тысяч выше, не глядя, только по фото. Ну, потому что там, ну, по фото все было так, как вот мне нужно, и так, как я хочу. Агент тогда звонит мне обратно и говорит, что ты знаешь, что оффер твой хороший, но продавец, наверное, немножко сомневается его принять, потому что ты этот дом еще не видела. И первый покупатель, по-моему, вышел из сделки, потому что он тоже сделал оффер, не глядя. Так, ну что делать? Я отменяю все свои планы, мы одеваемся и едем смотреть этот дом, а он в двух с половиной часах от нас. Вот, мы туда приехали, и что? Ну, по жизни он оказался еще круче, чем на фото. Ну, прям все классное. Я звоню агенту, говорю, мы его посмотрели, нам все нравится, все классно, когда вы примете наш оффер. Это была суббота. Агент мне говорит, ой, вы знаете, мы тут еще один оффер ждем, так что мы вам в воскресенье ответим. Вот сейчас я себя чувствую точно так же, как все мои покупатели, которые, во-первых, должны сутки ждать ответа, а во-вторых, еще какая-то неясная картина с другими возможными офферами. Ладно, ждем воскресенье утра, и агент говорит, что да, второй оффер пришел, но не такой хороший, как у тебя, и мы приняли вас. Та-дам! И мы в контракте! Вообще, мы еще не закрыли сделку, поэтому это видео даже записываю еще немножко заранее, то есть я даже ключи еще не получила от дома. Слушайте, ну он такой классный, что мне аж жалко, вот честно говоря, жалко будет его на Airbnb сдавать. В Instagram запостила сториз, там уже очередь стоит. Вот такой прогрев нужно сделать к Airbnb, да. Ну, в общем, мы закрываем, где-то, наверное, в начале марта, и потом начинается процесс покупки мебели и всего остального. Да, домик находится в городе Pioneer, пионер по-русски, и зимой там бывает снег, ну, когда мы ездили, было тепло. В общем, жду не дождусь. А, хотел аж вот еще, что вам, ребят, сказать. У меня такая идея возникла, создать этому домику страничку в Instagram. И, так вот, нужно его как-то назвать. Давайте подумаем, накидайте мне идей, как можно домик назвать. У меня вот были идеи, там zip-код, кстати, 9566. Так вот, были идеи назвать, типа, дача 9566 или хата 9566, потому что хата это дом по-белорусски. Может, у вас какие-то идеи есть? Накидайте в комментарии, будет здорово. Может, чью-то из вас идею возьму и назову этим именем домик, сделаю ему Instagram. Наверное, будет классно там какие-то видеофотки постить. И для тех, кто на Airbnb захочет снимать, вот будет ссылочка пойти посмотреть всякие видео. Что скажете-то? Ну, и вообще, как вам домик? Пишите в комментариях. Когда закроем, я расскажу вам все тогда про цифры, почем купила, сколько в месяц платить, какие нюансы. Хочу сначала закрыть, чтобы потом уже, с вами об этом всем поделиться. Поэтому подписывайтесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Все, до связи, пока.